Продолжение следует... Продолжение следует... Почему о нашем отделении не знали до событий в аэропорту, когда мы проводили плановое учение? Это, наверное, вина не наша, а телевидение. В сущности, не так важно, кто виноват в том, что Воркута не знает о деятельности специального отряда быстрого реагирования. Но маневры его сотрудников в городском аэропорту, где проводились учения по отработке действий против террористов, привлекли внимание прессу. Кстати, помогал воркутинцам Александр Исаев, один из руководителей международной антитеррористической тренинговой ассоциации. Виктор Александрович, я бы хотела у вас в первую очередь спросить о том, что за люди у вас работают. Какая у них подготовка и, может быть, какие-то специальные качества, которыми они обладают, вы назовете? Ну, специальное отделение быстрого реагирования при отделе борьбы с организованной преступностью создано два года назад. В Воркуте оно состоялось как отделение. Это год назад, вот уже больше года. Я командую этим подразделением. Значит, попросту, если непонятно, специальное отделение быстрого реагирования, если, короче, для зрителей это, ну, скажем так, офицерский спецназ. Все подчиненные в отделении являются офицерами, офицерами милиции. Осуществляется определенный набор этих сотрудников к нам в отделение. Ну и по навыкам, качествам могу сказать, что я бы, например, их разбил на три таких основных. Это знания, знания юридические, так как сотрудники являются офицерами милиции. Хорошая физическая подготовка и уверенность в себе, ну и своих товарищей. Какими принципами вы руководствуетесь, отбирая людей? Ну, принципы, которыми мы руководствуемся, это есть приказ, приказ об отборе спецподразделения, серьезная медицинская комиссия, ну и те качества, которые я выше перечислил. Вы, находясь вчера на проводимом мероприятии, вам, наверное, как начальнику, может быть, или человеку более-менее знающему это дело, наверное, вам были видны все плюсы и все минусы в действии ваших ребят. Может быть, вы их назовете? Я, если сказать, в целом очень доволен, очень доволен проведенными вчера учениями. Ребята старались, молодцы, учитывая, что на эту подготовку проведения учений, которые вы видели вчера, было потрачено очень мало времени, но благодаря усилиям Александра Ивановича, я считаю, что недостаточно. Александр Иванович, вот сейчас мы видели ваших ребят в действии, вам, как профессионалу, наверное, виднее. Назовите все плюсы и все минусы. Ну, по учениям я могу сказать только одно, что ребята работали хорошо, Это отметило и руководство ФСБ, Федеральной службы безопасности, и руководство ОВД города Варкуты. Был даже глава администрации, товарищ Сегаль. Всем учение понравилось. Как профессионал, я тоже остался доволен ребятами, учитывая короткий срок подготовки к этим учениям. Здесь, конечно, заслуга и Александра Ивановича Исаева. Ну, а там мелкие погрешности, которые были, мы разобрали между собой, это останется между нами. Понятно. Я бы хотела у вас спросить, были ли случаи в вашей жизни, помимо работы или жизни ваших подчиненных, где им пришлось бы применять свои качества? Ну, свои качества наши подчиненные применяют изо дня в день, с утра и до глубокой ночи, а иногда и с глубокой ночи до глубокого утра. То есть, это наша ежедневная работа, для этого мы и созданы. У нас и отделение называется, специальное отделение быстрого реагирования. В любое время. Спасибо. Так, Владимир Егорович, теперь мы перейдем к вам. И первый вопрос. Я бы попросила вас рассказать о том, какая существует связь между вами и отрядом быстрого реагирования. Вашей организации. Значит, на нашу организацию, так же, как и на органы внутренних дел, возложена задача борьбы с терроризмом. Поэтому, в частности, если говорить о последних свежих, так сказать, решениях, на высоком уровне относящихся к этому, то можно сказать, что вот сейчас в Федеральной службе безопасности России значит, создан и наполняется конкретным содержанием антитеррористический центр. Ну, видимо, это обусловлено, конечно, тем, что в России в последние годы более часто, чем раньше, стали, это обусловлено, наверное, многими причинами и психологическими, и объективными, и экономическими, там, может быть, еще какими-то. В последние годы все чаще проявляются различные акты насилия, экстремизма, опасного для окружающих. Не только для кого-то, там, одного гражданина или нескольких граждан, хотя это само по себе, значит, недопустимо. А тут еще, когда в отношении массы людей. Это взрывы, это захваты заложников и так далее. И каждый раз это затрагивает, естественно, интересы безопасности и государства. Поэтому одна из версий во время таких вот террористических проявлений всегда выдвигается, что, возможно, это связано и с какими-то политическими причинами. Возможно, террористы имеют какие-то поручения на свои действия не только внутри России им данные, но и из-за рубежа поступившие. То есть, поэтому готовность всех служб должна быть к реагированию на эти ситуации. Значит, здесь, в городе мы тоже имеем такие же задачи, которые имеют органы ФСБ в выезде на других территориях. Поэтому, если организационно служба специального отделения, вернее, быстрого реагирования с нами не связана, но вот выполняя эту общую задачу, мы должны работать рука об руку. То есть, у нас свои приданные нам силы и средства, свои приемы и формы работы, у подразделения, которым вот руководит Виктор Александрович, свои. Поэтому здесь взаимопомощь должна быть друг другу, взаимовыручка и взаимодействие в работе, в том числе и во время тренировок, во время учебы. Может быть, я повторюсь, я хочу задать Вам вопрос, какие цели Вы преследовали присутствие на мероприятии? И каково Ваше мнение? Присутствуя на мероприятии, значит, ну, и моё участие не ограничилось только присутствием. Дело в том, что на отражение каких-либо террористических нападений на воздушные суда, значит, разработан, существует специальный план, по которому задействуются силы, значит, как органов внутренних дел, так и службы безопасности. Поэтому в процессе повседневной нашей службы мы должны всё время быть готовы к выполнению этого плана, если к этому призовёт, так сказать, жизнь в реальной ситуации. А отсюда вот это учение наше было совместным. Просто с учётом специфики подразделения Виктора Александровича, непосредственно, так сказать, боевую часть операции, значит, более профессионально подготовлены они. А мы осуществляли и отрабатывали, обговаривали различные другие элементы, вопросы организации работы. И, допустим, если в случае захвата воздушного судна и организации работы с пассажирами, и организации работы с какими-либо посторонними лицами, оказавшимися в том месте, где ведётся операция по освобождению заложников с воздушного судна. И различные другие вопросы, касающиеся вот достижения единой цели, чтобы, значит, разрядить как-то ситуацию и не допустить, может быть, ну, к тому, чтобы, значит, ну, самого тяжкого исхода для заложников, если они будут. Ну, извините, разрушите, Владимир Владимирович, несколько поскромнее, что он сказал, потому что проводилась, когда первая часть учений, то во время первой части учений сотрудники Федеральной службы безопасности, так сказать, уговорили без кровопролития сдаться экстремистов, которые грозили взорвать вертолет. Поэтому основная часть задачи, так сказать, лежала на них, в выполнении. Потому что СОБР, подразделение, это как остриё иголочки, да, то есть оно используется тогда, когда все средства договориться иссякли. То есть совершенно верно, то есть в экстремальной какой-то ситуации, хотя с этой ситуацией можно её так охарактеризовать, как экстремальная в целом, вот, но сначала велись переговоры, необходимо ведь узнать, какие требования кто выдан. Ну, и вот представители службы безопасности и возглавляемые Владимиром Егоровичем, так сказать, я считаю, успешно справились с этой задачей. То есть это по первому сценарию. А второй, так сказать, вариант был, отрабатывали, когда все средства уже были испробованы, была жертва среди заложников, и тогда, так сказать, вступила в действие вот там могучая сила.